МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Шарайна. В студии работает Ася Ляйдар. В этом году на благоустройство дворовых территорий и семей было выделено более 120 миллионов тенге. Ремонт планируется осуществить в трех районах города. Подробнее расскажем в следующем сюжете. По словам руководителя отдела ЖКХ, благоустройство дворовых территорий начнется сразу после итогов конкурсных работ. Подрядчики будут определены в сентябре этого года. В текущем году у нас запланировано три двора. Это в районе улиц Чайжурусова, Аманово, Ебраево. И один двор – это в районе цементного посёлка Пагалета. Также в семье планируется благоустроить детские игровые площадки в посёлках Холодный Ключ и Восход. В рамках благоустройства у нас выделены средства из городского бюджета. Это на благоустройство дворов, это установка малых архитектурных форумов, воркаут и футбольные площадки. Нами объявлен конкурс. По итогам конкурса в августе месяц будет определяться победитель. Это у нас три в одном, туда входит футбольное поле, 40 на 20, детская площадка и воркаут. Напомним, в прошлом году к 175-летию Абая регионы Казахстана отремонтировали 53 дворов. В настоящее время они находятся на содержании собственников квартир и КСК. Аллея Абая-Жилы и воркаут-площадка в районе мечети Абая в ведении отдела ЖКХ. В преддверии нового учебного года полицейские семьи совместно с завучами по воспитательной работе и психологами школ провели рабочее совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы безопасности детей в школах. Отметим, в этом году казахстанские школьники вернутся к традиционному формату обучения. В связи с этим стражи порядка проверили школы на наличие металлоискателей и тревожных кнопок. В целях предотвращения детского травматизма на дорогах полицейские ежемесячно проводят различные рейдовые мероприятия. С 1 сентября школьники, пойдя в школу, все будут участниками дорожного движения. То есть вблизи школ будем организовать совместные мероприятия по доведению до наших детей, как переходить дорогу, где переходить, правила дорожного движения, ознакомление со всеми сигналами светофора, какие должны быть выполнены действия при всех трех цветах. У нас по городу Семей в этом году имеются факты дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних у нас были зарегистрированы. В данном направлении у нас сотрудниками батальона, патрульной полиции, школьными инспекторами, участковыми инспекторами работа в данном направлении проводится усиленно по недопущению и профилактике наезда дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. Также в ходе совещания была обсуждена тема бытового насилия над детьми и мошенничества среди несовершеннолетних. В последнее время тема прав детей и подростков, рост числа преступлений, связанных с детьми как сексуальных, так и бытовых, стала предметом внимания всего общества. Ни для кого не секрет, что разнообразные проявления жестокого обращения с детьми имеются во всех странах мира и даже в нашей республике. В завучении по воспитательной работе и психологами была организована работа, она продолжается, но ее нужно будет активизировать по проверке семей детей, которые воспитываются в неполных семьях. То есть посещение их по месту жительства, работа с родителями, с отчимами, с мачехами, выяснение всех обстоятельств, если есть какие-то проблемы, проверка условий проживания несовершеннолетних, которые обучаются в их среднеобразовательных школах. В связи с имеющейся проблемой и возникающими вопросами правового характера разработаны методические рекомендации в помощь педагогам для использования в профилактической работе с учащимися и родителями. Аселя Айдар, Сунгар Тулумхан, Марат Сагимбаев, информационная программа «Шарайнат», ФК6. В этом году Министерство финансов Республики Казахстан празднует свое столетие. В честь юбилея налоговая служба семьи презентовала книгу, посвященную сотрудникам, которые работали в сфере налоговой службы более 50 лет назад. В книгу «Замечательные люди» вошли имена и биография более 100 сотрудников налоговой службы. Автором книги является бывший директор Совета ветеранов Восточно-Казахстанской области Слемгаза Нагумаров. Здесь в этой книге ветераны органов налоговой и финансовой службы, сегодня которые еще трудятся в этих структурах, написано о их деятельности и краткой биографии. Под его руководством, Нагуманов Ислам Газбалагашем, было уже выпущено несколько книг о жизни замечательных людей, которые трудились в сфере Министерства финансов. Это и органы финансового управления, это налоговая служба, это казначейство, это финансовый контроль и так далее. Издание вышло тиражом 100 экземпляров. Несколько книг «Замечательные люди» будут переданы в городские библиотеки. В целях своевременного исполнения постановления о наложении штрафов на территории Восточно-Казахстанской области с 18 по 20 августа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Буршкер». В рамках оперативно-профилактического мероприятия выявляются нарушители правил дорожного движения, которые имеют неоплаченные штрафы. За два дня сотрудниками полиции в бюджет государства было взыскано более 1 миллиона тенге. На специализированную стоянку за неисполнение постановления об административных правонарушениях водворено 46 автомобилей. Уважаемые горожане, Управление полиции города Семей напоминает вам, что в соответствии со статьей 893 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, штраф подлежит уплате лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 30 суток со дня вступления постановления о наложении штрафа. В случае неисполнения постановления в добровольном порядке штраф будет взыскываться в порядке принудительного производства в соответствии со статьей 894 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. К слову, если вовремя не оплатить административный штраф, то материал по нарушению будет направлен по месту работы. Также протокол об административном правонарушении может быть направлен для принудительного взыскания в региональную палату частных судебных исполнителей. В этом случае за расходы частных судебных исполнителей должник дополнительно оплатит до 25% от суммы штрафа. Субтитры создавал DimaTorzok